Привет, это Дух Острова и мы продолжаем. Мы вернулись на нашу полянку и у нас здесь огромная куча работы. Ну, во-первых, нам нужно убрать разломанный забор, потом камни, колючки. Вот, наверное, с колючек мы и начнем. Вырезаем их, чтобы об них не колоться. Дальше берем, значит, топор и начинаем вот это все врубать. Нафига мне здесь сломанный забор, правильно? Я лучше получу с него материалы и построю новый, красивый, чудесный. Я тебе хочу сказать, что мне придется еще и деревья переносить здесь и траву в желтую выкопать. Нафига мне желтая трава? Я, конечно, понимаю, что тут сезон и есть все дела, но лучше желтую траву убрать, если есть зелененькая. Вот так вот мы ее вырубаем, траву. Можно выкопать, но вырубить проще. Всю траву долой желтую, зеленую вставляем. Зеленая, конечно, тоже вырубается, но ничего страшного. Желтая. А, блин, я хотел ее еще попробовать принести. Сломал. Тихо-тихо, аккуратно, не ломай свой забор. Давай я попробую его починить. Ты сможешь его починить? У меня что-то в забор не чинится так просто. Продолжаем вырубку желтой травы. У нас, кстати, в горне уже слитки приготовились. Сварились, слились. Если можно это сказать про горн. Вырубаем. Что? Я не буду ломать свой единственный верстак? Да ты не ломай верстак, ты ломай забор, который у тебя уже еле наладом дышит. Вот таким вот макаром тихонечко сейчас приведем поляночку нашу в красотище. Окей, отлично. Сейчас здесь что-нибудь еще и построим. Будет вообще лепота. Лепота лепотецкая. Вроде с забором все, осталось убрать камни и почитать записочку. Что там? Джордан нам пишет. Привет. Хочу напомнить, мой магазин открыт каждый день по утрам. Если захочешь что-нибудь купить, приходи. Каждый сезон у меня обновляется ассортимент. Я могу и у тебя что-нибудь купить. Окей, я буду иметь в виду Джордан. Джордан или Жордан. Я пить хочу, е-мое. Мне даже никто об этом не говорит. Вот мы попили. Давай еще. Это пустая бутылка? А, прикольно. Я выпиваю, у меня остаются пустые бутылки. Еще яблоко сейчас ем. Блин, столько мусора теперь. Вот когда у тебя мало места в рюкзаке. Где у меня рюкзак? Вот он. Ты начинаешь все выкидывать. Пустые бутылки. Так подбери вот эту пустую бутылку. Трава. Моя трава. Салат. Какая трава? Ты что, салат? Чтобы делать салат. Из этого салата. С помидорками, огурчиками. Что, у нас уже ночь наступила, да? Ну да, 6 вечера. Давай посмотрим, что мы можем смастерить. Значит, где у нас забор? И вообще, нужно ли его сейчас сделать? Деревянные скамейки. Это что у нас? Офисный стол. А, это для бизнеса, для торговли. Понятно. Простой дом для работников. Маленький гараж. Большой гараж. О, квадроцикл можно сделать. Мопед, велосипед. Чудесно. Холодильники. Питомцы еще. Я могу питомцев заводить. Сколько всего интересного. Но я не вижу здесь забор. Либо я его где-то пролистал. Что-то странное. Вот, по идее, он где-то здесь должен быть. Но его нету. А, вот он. Деревянный забор. Железный забор. Значит, деревянный забор делается из четырех деревянных досок и двух наборов гвоздей. А есть что-нибудь попроще. Вот железный забор. Он, а вот смотри, деревянный забор самый простецкий. Тоже доски и снова гвозди. Но вот этот-то забор поприличнее. Хотя и цена у них одинаковая. Короче, я так думаю, что забор нужно весь вносить и делать цивильный. Нормальный, красивый. Насчет хранилищ. Может, хранилище есть? Нам потому что нужно куда-то все убирать с моего рюкзака. Верстак, верстак, верстак. Давай на верстак посмотрим. Есть у тебя здесь что-нибудь еще? Что, 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 что? Нет. Про хранилище ни слова вообще. Только инструменты. Угу. Инструменты там самые интересные. Даже подарочки можно делать. Обычная солнечная панель. Ну, дайте мне. Наверное, хранилище, оно в доме. Да? Вот все, что для дома, там и нужно искать. Это... Ммм, да, понятно. О, подожди, вот он. Маленький сундук. Нужна деревянная доска. Вот, отлично, значит, и вот это делаем. И есть еще возможность сделать большой сундук. Может, и его тоже сделаем. Есть еще и железный сундук. Короче, вот этот сундук делаем. Можно его как-то в задачи закинуть? Нет, нельзя. Деревянная доска, веревки. Все, делаем, значит, на верстаке это все дело. Деревянная доска. Веревки нам нужно две штуки. Можно и побольше. Вот. Семнадцать штук делаем. Все, мастерица. Ох. Включаем фонарик. И нам нужно сейчас с тобой нарубить дров. Дровижечек. Сейчас я тут пособираю семена, все остальное. Вот так вот. Все, я думаю, что можно рубить. Место есть в рюкзаке? Давай посмотрим. Место в рюкзаке, конечно же, нет. Но есть две доски. Есть дрова. Странно, почему не показывало мне, что возможно сделать на верстаке из дров доски? Вот это, конечно. А если я сделаю еще один верстак? Что-то у меня как-то... Верстак, значит, камни и бревна. Пойдем, камни. Да будем камни мы с тобой. Вначале выкинем. Это что, фрагмент карты сокровищ? О, у меня фрагмент карты сокровищ, клешни. Значит, выкинуть надо что-то. Выкидываем бутылку. Бутылку выбросили. Семена выбрасываем. Вот так вот. Здесь не ходим. Если что, здесь не ходим. Теперь делаем... Делаем деньги. Делаем деньги. Добываем камни. Я же давно хотел убрать их с поляночки у себя. Ночью, конечно, не очень каменьфоработать. Но я еще спать не шибко-то хочу. Поэтому работаем ночью. Что поделать? Что поделать? Мы ночные с тобой смурфики. Копай, копай, копай. О, посветлее стало. Тут уже и фонарик не нужен. Луна, видимо, вышла. Значит, у нас с тобой куча камней. Теперь мы можем сделать еще один верстак. Но нужны большие бревна. Значит, давай вот это дерево потрясем. Нет, яблоньку мы не будем рубить. Нет, пускай на ней яблоки растут. Вот это вот дерево... Блин, давай сюда перенесем. И срубим его здесь. Рубись. Надо было, конечно, его потрясти на всякий пожарный. Мало ли, там желудь какой-нибудь попадет или еще что. Ну ладно. Бревно есть. Все, верстак. Нет, еще нужно бревнышко. Что будешь делать-то? Ну тогда надо что-нибудь срубить рядом с домом. Вот это вот дерево, например. Давай его потрясем. Есть что? Нет? Ну отруби. Все, что рядом с домом нужно это все убирать. Потому что мы будем расширяться. У нас будут и фермы, и магазины. Нам нужна огромная площадка для строительства. Все. Теперь нам для верстака все хватает. Разворачиваем его. Ставим тоже здесь, рядышком. Если он влезает, конечно. А он не влезает. А вот влезает теперь. Вот так вот. Все чудесно. Смотрим. Да, доски теперь могу сделать. Вот шесть досок. Шесть досок давай. Что нам нужно? Там было еще. Еще для нашего маленького сундучка. Доски делаются. Железный слиток у нас в горне сготовился. Гвозди. Гвозди у нас будут делаться из слитков. А, места нет. Места нет. Окей. Не вопрос. Сейчас я здесь что-нибудь выкину. Например. Мне на самом деле здесь вообще ничего не хочется выкидывать. Потому что это все стоит денег. Даже вот, например, раковину я могу продать за 20 долларов. Клешню за 30 долларов. А вот это что такое красный осколок? Вообще за 100 долларов. Ну, ты представляешь? Вот и что ты тут выкинешь? Просто все, что я выкидывал ранее. Вот смотри, помнишь, я семена возле этой грядки выкидывал. Они исчезли. Ну и что мне теперь с этим делать? Как мне с этим жить-то теперь? Все исчезает у меня в жизни. Понимаешь? Ладно, выкидываем вот эти вот кустики. Кустов тут все равно навалом. Забираем. Да что ж ты вот эти семена-то схватил, дружище-смурфище-то, а? Семена выбрасываем, траву снова выбрасываем. Так, слиток берем. Бревна берем, точнее дрова. Делаем теперь гвозди. 5 штук за раз. Это, видимо, с одного слитка. Делаем. Веревку забираем. Навык улучшен. Изготовление отлично. Дальше. Ой, карту открыл случайно. Дальше нам нужно... Где у меня строительные все мои навыки? Вот. Ну все, гвозди только остались. Я надеюсь, что я сундучок здесь поставлю. И будет мне часть. И давай, гвоздики, быстрее, быстрее, быстрее делайтесь. А я уже наполовину хочу дрыхнуть. А время у нас 21-29. Как бы рановато. Для детсадовцев. Поэтому пока сейчас круги нам от... О, все. Готово. Готово, но взять я их не могу. Нужно еще что-нибудь выкинуть. Окей. Сейчас что-нибудь выкинем. Что выкидываем? Что выкидываем? Наверное, бутылку с водой. Хотя это... Давай красный... Нет, давай вот ракушку. Она самая дешевая. Если она пропадет, не так будет жалко. Все. Мы все выкинули. И теперь я могу смастерить сундучок. Пусть он будет у меня вот здесь, вот рядом с этим сундуком. Я, кстати, этот сундук могу переместить? Подожди. Если я могу переместить, то... Ну ладно, давай, построим его тут. Вот. Сундук у меня есть. Отлично. Этот сундук переместить я не могу. Ну и открыть тоже. А этот сундук у нас теперь вмещается туда... Ну вот, например, фрагмент карты мы переносим. Давай переносим фрагмент карты. Потом. Сюда как бы семена. Вот этот вот камень. Я его хочу продать. Редкий осколок, необходимый для изготовления различных предметов и материалов. Ладно, ставим. Жир необходим для всех машин и генераторов, работающих на топливе. Тоже вставляем. Только весь жир надо переместить. Клешню. Очень твердая, но если ее разломить, вы получите вкусный ингредиент для различных блюд. Можно... А у нее сколько срок годности? Нет у нее срок годности. И у всего остального тоже нет срок годности. Это хорошо. Это хорошо. Значит, бревна и бла-бла-бла-бла. Все это остается у меня. Это все нужно. Подбираю вот эти вот все штуки. Сейчас я это все подбираю. Что, места нет что ли? Вот так вот. Все с площадочки убираем в наш вот этот вот замечательный сундучок. Значит, семена переносим. Ракушку. Для чего она? Это не часть краба. Им просто нравится таскать их на себе. Можно использовать как украшение. Ну, дома может где-нибудь влю-лю-лю. Подумаю. Трава, трава, трава. С помощью смолы можно повышать качество и прочность предметов. Пускай будет. Короче, все, что ты тут находишь, оно так или иначе тебе нужно. Пустые бутылки можно использовать для хранения жидкостей, таких как вода и масло. Подойдите ближе к озеру или источнику воды, чтобы наполнить бут... Да вы что, можно их вторично использовать? Пойдем. Пойдем, пойдем. Конечно же, мы сейчас их наберем. Вот у нас тут озеро есть. Надо будет как-нибудь еще на рыбалку сходить. Берем бутылку, значит, пустую. Ты представляешь? Вот с озера просто набрал. А если в озере паразиты водятся и это не очень хорошая вода, я же траванусь тогда. Но, тем не менее, у меня теперь есть много воды. Это хорошо. Так, дальнейший наш план. Что мы дальше строим? Ну, вообще, у нас по заданию, смотри, нужно найти древние книги, которые я фиг знает, где искать. Давай салат соберем и посадим здесь уже что-нибудь другое. Вот у меня там была куча семян. Каких-то пшениц или что там было? Семя пшеницы. Ну, вот ее давай и посадим. Почему бы нет? Семя пшеницы. Пятерочка. И садим. Здесь уже что-то посадили. А-а-а! Тут повторно у нас начал расти салат. Ну, и ладно. Салат я могу продать за 72 доллара. Одна единица стоит 12 долларов. Как бы неплохо. Неплохо. Можно торговать, идти в город. Посмотрим, что еще нам нужно. Холодильник, конечно же, нужен. Ух, для него сколько всего. Куча всего. Просто капец, как всего куча нужна. Я бы хотел освещение сделать. Слушай, можно ли тут освещение где-то сделать? Должны быть фонари. По-любому должны быть кровати. Улучшенные кровати. Так, красивый дом для работников. Торговый поиск. А, киоск. Торговый киоск. Фонари. Наверное, где-то здесь. Вот они. Фонарь, фонарь. Короче, слитки, болты и электрический провод. Угу. У меня сколько там руды? И вообще есть руды? Я же, блин, руду в прошлый раз здесь тоже повыкидывал. И все нафиг профуфукал. Поэтому нам придется сейчас идти в пещеру. Да. Сейчас посмотрю, сколько у меня. Три слота свободных есть. Давай капусту здесь оставим. Пока я сильно спать не очень-то и хочу. Нужно пойти сходить быстренько в пещеру. Добыть руды. Поохотиться на мышей. Вот это тоже сюда скинем. Это тоже. Вот так вот. Все, можно идти. Поохотимся на мышей. У них там семена яблок есть. И надо по пути найти дерево с яблоком. Потрясти его, захомячить. Потому что кушать уже хочется. А я как бы еще и не ужинал. Попить там и попьем. Вот пещерка. Когда-то нет. Давай потрясем вот эти деревья. Я, конечно, не вижу на них яблоко, но мы ладно. О, есть яблочко, отлично. А здесь? Нет, тут пусто. А тут? Есть два яблока, отлично. Хомячим. О, да. Ужин. Мой званый ужин. Еще. И выпиваем бутылочку. Не, бутылочку чуть позже выпьем, а иначе она слот займет. Пустая же бутылка появится, правильно? Включаем в паноридзе. Ну и что, как делишки? Как делишки у наших мышек. Ой-ой-ой. Беру тесак. На тебе, на тебе, на тебе. Семя помидоров. Опять с него выпало семя помидоров. Значит, камни. Мы сюда пришли ради руды. Давай копать. Вот. Ну вот маленькую. Вот эту вот горную породу. Надеюсь, там будет железо. Потому что оно мне нужно. Камень, медная руда. Блин, медная руда. Значит, железная руда, она добывается с таких темных камней. Пойдем поищем. А вот еще, кстати, грибочки я в прошлый раз хотел собрать. И вам сейчас соберем. Три синих гриба. Еще можно вот этот выкорчевать. Здесь пока нечего собирать. Понятно. Ладно, давай тогда какой-нибудь темный камень. Туда дальше я не хочу лезть. Темный, темный камень. Что-нибудь. Ну, давай вот этот вот маленький попробуем откопать. У меня уже и кирка скоро сдохнет. Хотя нет, у нее все ок. Ну-ка. Камень, железная руда, железная руда. Отлично. Ничего-нибудь будет. Давай яблочко съедим. Давай. Давай сидим, место освободим. Вот. Собирай. Серебряная руда. Ага. Давай еще добудем. Еще добудем. Нам для фонаря нужно много. Есть железная руда, железная руда. Все, вроде бы этого достаточно. Побежали, побежали быстрее домой. Потому что уже дрыхнуть хочется. Не-не-не-не, валим отсюда, валим с этой пещеры. И сейчас почитаю про синий гриб. Что он вообще дает? Синие грибочки. Фонарик врубаем. Тут уже светло. И так страшно, и темно. Можно было срезать. Я что-то как-то не так побежал. Давай водички попьем и сразу же бутылку заполним. Давай, хватай бутылку. Бутылку-то возьми. Моя сумка заполнена. Да что ты мне чешешь? У тебя вон слот есть свободный. Перекинь. А, ну слот-то свободный, но чуть-чуть. Давай жир пока выкинем. Бросим жир. Бутылку возьми. И заполни ее. Вот. И жир теперь хватаем. Какие сложные манипуляции нужно выполнить, чтобы все подобрать и все унести. Письмо, как кто-то что-то прислал там. Так, я вымотался страшенно просто. Походу мне пора идти спать. Пойдем подрыкнем. Быстренько. Конечно, скучно у меня дома. У нас сейчас час ночи, и мне нужно спать. Спать, спать, спать. Давай пять часов поспим. Восстановили все здоровье. Точнее, дыхалку. По сну я, конечно, не очень высплюсь. Ну ладно. Шесть утра. То, что нужно. То, что нужно для нашего сморщика. Давай почитаем сообщение. Салют. Хочу тебе напомнить, что я делаю и продаю лодки. Отличные лодки. Кстати, да. Нужно сходить к этому джеку и поторговаться насчет лодок, чтобы поплывать по островам и поискать книги. Потребуется лодка, заходи в гости. Поболтаем. Так что пока. Окей. Зайду, поболтаем. А сейчас мне нужно заправить горн большим количеством железа. Для этого нужны дрова. Я же там дрова скидывал. Это не дрова. А, нет, это дрова. Но нужно что-нибудь сюда скинуть. Вот, синие грибы я же еще хотел посчитать. Синие грибы не так просто найти. Обычно они растут в пещерах. Их можно использовать для изготовления ингредиентов, а также некоторых зелий. Тут еще зелия есть. Вау. Будем кашеварить зелия. Значит, все. Запускаем железные слитки. Сколько их могу? Недостаточно предметов для добавления. В смысле? А что тебе не хватает? Дров мало, что ли? Слитков. Железной руды у меня 14 штук. Что-то с дровами какие-то проблемы. А, я понял. Я дрова не все забрал. Вот теперь все должно быть по ряде. 4 штуки. Слитка всего могу сделать. Сколько у меня еще железной руды? Серебряная. Железной руды еще 2 штуки. Давай срубим дерево. Рубим дерево. И сейчас пока, наверное, железная руда... Нет, железная руда очень быстро плавится в слитке. Я хотел просто сбегать до лодок. Блин, опять места нет. Да что ж ты будешь делать-то? Пойдем руду выкинем в сундук. В сундук. Значит, это камень обычно. Медная руда. Железная нам пригодится. Серебряная руда. Камень тоже пока можно скинуть. Жир тоже можно скинуть. Пока как-то так. Все. Руда у нас готова. Фонарик. Фонарик, фонарик, фонарик. Железные слитки есть. Набор шурупов нужно. Набор шурупов. 5 штук из одного слитка. Отлично. И там еще какая-то скобочка нужна, да? Электрический провод. Так, электрический провод у нас из чего делается? Электрический провод. Ты же тут есть на верстаке? Пожалуйста, верстачок. Ха. Нет, железные провода в верстаке не делаются. Либо я проглядякал. Смотри, чтобы сделать карту сокровищ, нужно 10 фрагментов набрать. А у меня только один. Так, понятно. А где же у нас тогда провода делаются? Эх. Закатал губу. Хотел электрические провода намутить. Так, где у нас верстаки и прочая всякая лобутня? Верстаки. Верстак бойца. Горн. Электрогенератор. Улучшенная печь. Обычная печь. Обычная солнечная панель. Стол для электрики. Наверное, здесь. Значит, мне нужно сперва сделать стол для электрики. Для этого нам понадобится клейкая лента, дрова и... Эх. Так, значит, клейкая лента. Она у нас из жира делается. Вот хорошо, что я его сюда убрал. Жир, жирочек. Иди к папочке. Так, клейкая лента. Делаем ее, знаешь, сколько? А давай на все. Сколько есть, столько и делаем. Болтики, шурупчики забрали. Временно пока положим их здесь. Пускай тут полежат. Дальше. Значит, клейкая лента у нас деревянные доски нужны. Делаем деревянные доски. Для этого нужно срубить. Мы уже срубили. У нас тут все огонь. Можно еще железо расплавить. А железной руды нужно три штуки. А у меня два в кармане лежат. Ммм, чарт. Чарт, пидери. Ладно, тогда делаем из этого доски. Досочки, досочки. Максимальное количество четырех штук. Все у нас делается. Клейкая лента сделалась. Нужны набор гвоздей. Делаем набор гвоздей. Пять штук. Дальше. А и в принципе все. Просто нужны железные слитки побольше. Знаешь, что я думаю? В пещеру мы не пойдем. Я попытаюсь раздолбить вот эти вот камни. Горное дело повышаем. И сейчас, наверное... Я думаю, здесь есть железо. Камень. Да, железная руда. Отлично. Отлично. Мне все равно вот эти вот камни нужно было убрать. Они тут мешались проходу. Дико меня объяснили. Ну, тут железной руды, конечно, маловато добывается. Крайне мало. Не то, что в пещере. Итак, у нас с тобой железные руды. Ну, так себе. А еще нам нужно дерево срубить. Потому что дров-то нету больше. Потрясем. Рубим. Все делаем по классике. И что у нас сегодня? 01.06. Это получается... 6-ое это июнь. 1 июня у нас сегодня. Ого. Вон там под компасом написано. Ну, здорово. Весна. Все дела. Красота. Бабочки и птички поют. Я устал. Минутку только дох. Да ты что? Не можешь затолкать в горн все. Чтобы нам там плавилось. Делалось. Что у тебя опять не так? А, железный слиток. Всего один я могу сделать. Так мало добыл руды. Потому что руда у меня еще лежит вот здесь. Все, ее забираем. Так. Слиток есть? И еще один слиточек. И сколько у меня по итогу? Получается слитков 4. Маловато будет. Надо больше. Так. Камни надо закинуть сюда. Освободить местечко. Ох. 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 Железная руда у меня еще есть. Пойду-ка я вот этот вот камень оставшийся доломаю. В надежде на то, что он одарит меня большой кучей руды. Конечно, это мало вероятно. Но будем надеяться на лучшее. Ощущение труды. Да уж. Давай вот эти вот маленькие камушки поломаем. Они быстрее ломают. А вон, кстати, я знаю где, 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 где есть. Вот тут вот, смотри. Вкрапления такие черные. Возможно. Возможно. Тут что-то есть. А оно и не ломается. Прикинь. Зачем ты траву вырвал? Оно и не копается. Да. Это копается. Такие дела. А я уже очень сильно устал. Сейчас я буду передыхать, походу. Да. Минутку. Только дух переведу. Давай, переводи быстрее. Кстати, когда я бегаю, я тоже устаю. Поэтому лучше не бегать. Железная руда. Сколько у меня руды? Мне нужно еще одну руду найти. И все у нас будет хорошо. Ну, давай же, передыхай быстрее. Водички давай попьем. А, и сумка заполнена, да. Да, да, да. Да, да. Сумка заполнена. Ладно, пускай тут будет бутылка пустая. Надо бы еще поесть. Я даже не завтракал сегодня еще. Офигеть. Офигеть. Да, пойдет. Отлично. Значит, что мы делаем? Я хотел камень здесь оставить. Сейчас лучше в рюкзачок запихать. В мой огромный рюкзачок сундучок. Ну, что ты, рюкзак даже не можешь открыть. Тьфу ты, сундук. Рюкзак, сундук. Значит, камни скидываем. Бутылочку сейчас заберу. Возьму, заберу. Вот так вот. Сколько, блин, манипуляции нужно, чтобы сделать фонарь. Чтобы мне ночью было уютно. Так, все. Последний слиток. Отлично. Забираем гвоздички. Забираем досточки. Места нет, конечно. Конечно, нет места. Железную руду сюда. Вот так вот. Все. У нас вроде бы все есть. Смотрим. Да. Стол для электрики. Я его поставлю куда? Куда ты поставишь свой стол? Давай вот здесь вот пускай он стоит. Или вот здесь вот. Рядышком его. Вот так вот. Ну, пойдем теперь посмотрим. Могу ли я сделать там электропровода. Да, вот они, электрические провода. Но для этого нужны медные слитки. Которые у меня тоже имеются. Медные слитки. Где вы у меня? Камень, серебряная руда. Подожди. А, вот она, медь. Все, забираем. Кладем ее сюда. Максимум дело. Четыре слитка можно получить. Отлично. Ну, наконец-то будет у нас фонарь. Красивенький фонарь. Как раз, хотел сказать, вечереет. Но у нас только утро начинается. Точнее, день. Двенадцать часов дня сейчас будет. Птичка так прекрасно. А, я уже спать, кстати, хочу. Смотри, у меня сонливость страшенная. Поэтому я так быстро уставал. Забрали медную. Да, конечно, забрали. Места нет, как обычно. Жир убираем. Слиток берем. Нам еще нужно, знаешь, что? Болты забрать отсюда. Это убираем. Болты забираем. Все болты забираем. Итак, смотрим. Блин, опять потерялся. Где эти, эти, эти долбаные. Как они? Фонари. Фонари. Вы где? Вот они. Железный слиток, который я потратил. Электрический провод. Электрический провод сейчас будет у нас. Нам там... Ого! С одного комплекта делается четыре провода. Ну, давай будет восемь их. Теперь нам нужно добыть снова железную руду. Как все-то... Пойдем, короче, на рынок. Сейчас поторгуем в городе. Я сейчас попробую продать клешню. Ну, как можно клешню разломать? Можно добыть. Ладно, это, видимо, кукня нужна. Ракушку хотел продать, да? И что-то еще я хотел продать. Семена... Вот, семена пшеницы я хотел продать. Давай-ка вот мы сбегаем. 440. 4 доллара можно за нее получить. Прям всю пшеницу продам. Или, может, не всю. Давай я себе оставлю десяток. Вот. Все остальное продадим. Все, пошли. Я, правда, как уже ранее сказал, спать хочу. Но ничего, я думаю, до города сейчас быстренько сбегаем. Эй, городок, жди меня. К тому же меня приглашали. Очень много продавцов. Поторговать с ними, купить у них что-нибудь. Может, я и руды, кстати, найду. Я надеюсь на это. Замечательный мост, который построил механик. А как его звали? Механик это, блин. Я еще думал, это железный черлобек. Привет, дедуль, как дела? Ты тут все сторожишь. Ой, дождь пошел. Вот это не круто. Бегу, 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 бегу. Главное, чтобы я не вымотался, пока добегу до города. И не уснул там. Чилл Сити. Еее. Магазин. Вот тут детишки у нас бродят. А магазин у нас где-то... Где-то вот здесь я видел магазин. Вот вроде бы магазин. Да. Привет. Давай поторгуем. Торговать. Значит, у него куча бутылок, куча семян. Как насчет продать тебе семена? За 238 хочешь? Что-то дешевишь ты, конечно, дешевишь. Ладно, продадим. Продадим ему семена. Теперь у меня в кармане 288 долларов. Что еще я тебе могу продать? Можно продать вот эти бревна, но что-то как-то не хочется. За 42 доллара нет. Спасибо. Так, нужен еще один магазин. Где тут еще один магазин? Магазинский. Так, тут не магазин. А это что за здание такое? Пойдем зайдем. Чуть такое, чуть за дом. А, понятно, это обычный дом. Скучно, неинтересно. О, тут у кого-то грядочки есть. Прикольно. Прикольно. Зайдем внутрь. Может кто дома? Нет, дома никого нет. Ну, там стол был накрыт. Там можно было пожрать вроде как. Но я в чужих домах без хозяев не ем. Поэтому пойдем отсюда. Лодки, лодки, лодки. Еще хотел зайти посмотреть с лодками. Что там, как там. Но они на пристани. Надо на пристань тарабанькать. Вот, хотел еще посмотреть. Вот эта вот машинка тут открыта. Зайти в нее хотел. А, нет. До сих пор нельзя закрыть. Она закрыта. Ладно. Пойдем тогда вниз. Я же правильно иду. Причал наверху. А здесь... Так, подожди. Это кто у нас? Ты кто? Гупи. Спасибо огромное, Гума. Твоем баре мне... А, да, точно он в баре работает. Все, ладно, читать я ничего не буду. Сейчас посмотрю, кто у нас здесь. Ух ты, какой здесь... Пальмовый пляж. Открыта новая область. Это рыбачок у нас здесь. Он, наверное, может удочку мне предложить. Сейчас поболтаю с ним. Знаешь, какой день лучше всего подходит для рыбалки? Любой. Рыбу можно поймать всегда. Море поможет тебе. Рыбалка так расслабляет. Надо бы мне поучиться рыбачить. И он, скорее всего, предложит. Я бы сразу поболтал с тобой еще. Но мне нужно готовиться к рыбалке. Ну, конечно. Конечно. Так, вот. По-моему, это Джек. Смурф, хочешь посмотреть на мои лодки? Или ты здесь ради меня? Я ведь само обаяние. Впрочем, лодки мои тоже ничего. Привет, Джек. Иду мимо. Думаю, почему бы не заглянуть поздороваться. Лодки, кстати, отличные. Как ты поддерживаешь их в таком состоянии? Открою тебе секрет. Они в таком состоянии, потому что кое-кто хорошо о них заботится. И да, ты знаешь, о ком я. Ой, какой же он, а. Пойду посмотрю лодку твою. Что это за лодка? Ох ты, ничего такая лодочка. Ничего ж она такая. А что она одна? Где выбор, дружище? Где выбор? Я хочу что-нибудь выбрать. Так, понятно. Джек мне говорит, типа, приходи, посмотри на мои лодки. А на самом деле, как бы, я даже с ней взаимодействовать-то не могу. Прикол. Ладно, все, пошли отсюда. Я уже спать хочу. Еще бы один магазинчик, конечно, был найти. А то... Так, подожди, это что у нас? А, это там картины рисует девочка. Давай карту посмотрим по-быстренькому. Магазины, магазины, магазины. Я могу знаешь, что сделать? Вот так вот посмотреть, кто у нас чем занимается. Это тут не написано, да, улучшение отношений с этим персонажем. Джордан. А кто у нас? Тони, да, точно. Механика Тони звали. Джек. Короче, торговцев тут больше. Вот этот вот чувачок может быть еще торговцем. А, это мелкий, это мелкий. Это мелкий. Он точно не торгуется. Это пацан. Так. Все получается. Торговец у нас всего один. И мы у него побывали. И у него как-то вообще не густо было. Вот он, пацан. Здорово. Скучая по тем деньгам, когда на остров приезжали толпы. Терпение, друг мой. Терпение. Может, когда-нибудь они вернутся. Это тот же продавец, у которого мы были. Поэтому мы можем отсюда бежать. Это трактир. В трактире нам делать нечего. Особенно. В три часа дня. Я отсюда выберусь, нет? Давай, перепрыгивай, перепрыгивай. Ну, перебрыгнет и забор. Ну, шо ж ты такой немощный-то? Придется оббегать. Просто вообще в пустоту. Ну, нет. Я заработал 200 долларов. 233 доллара. Так что, нормально. Дедуль, расскажешь что-нибудь? Привет, Сморф. Спасибо, что приходишь меня навестить. Немногие хотят со мной общаться. Но ничего, я все понимаю. Я всегда рад лишней монетки. Или даже улыбки. Я здесь недавно. Ну, я ему говорю. Я здесь недавно. Но вы всегда можете рассчитывать на меня. И он такой. О, круто, спасибо. Мне нравится общаться с тобой. Давай пообщаемся позже. Скорее всего, он так и сказал. Хотя он любит общаться. А я бегу на своих нитках. У него, кстати, дрова лежат. Можно их свистнуть. Ну, ладно. Дедок все равно бомжует. На улице живет. Не буду я этого делать. Через мостик сейчас перебежим. Быстренько поспим. И опять в ночную, походу, смену выхожу. Это не круто. Не очень люблю в ночную смену работать. Опа. Ну, значит, ночью я сейчас это сплюсь. И ночью мы пойдем в шахту. Добывать руду. А то как-то здесь руда плохо добывается. Особенно железная. Травушка, маравушка. Вот он мой сладкий домик. Пойду подрыхну. Мне еще надо еды поискать, кстати. И воды набрать. Спать буду. Ну, давай шесть часов. Ой. Что это было такое? Я вроде спать лег. А что-то трещит. Ну, все. Я выспался. Ну, конечно, опять ночью иду. Нужно. Хотя я плохо выспался, конечно. У нас, кстати, тут уже изготовились провода. То, что нужно. Провода, проводочки. Надо сейчас посмотреть, сколько у меня места вообще в инвентаре. Давай, набирай воду. Воду. Водичку набирай. Красавчик. Сколько у меня места. Надо освободить местечко. Давай попьем бутылочку. А, подожди. Че? Че? Куда я отбегаю-то? Мы сейчас попьем водичку и сразу заполним. Вот так вот. Вот. Теперь еды надо найти. Потрясем деревья. Ага. Надо было все-таки картошку купить, блин. Посадить ее и хомячить картошку. А то че-то одними яблоками питаюсь. Я так совсем исхудаю. Давай еще вот это дерево потрясем. Есть яблочко. Тоже съедай. Все. Сейчас скину лишний груз. На примере. А у меня и места тут даже и нету. Слушай. Куда ты че решил скидывать? О-о-о. Ладно, дрова давай здесь оставим. О-о-о. Нет. Нет. Вот этого я не... Блин, взял все, вытащил из-за своего... Эх. Это вообще не круто. Это не круто. Сейчас я быстренько все закидаю сюда тогда. Давай поднимайся. Ну кто так делает вообще? По-чухански. Веревки, кстати, можно тоже скинуть. Вот это вот. Сюда. Это сюда. Веревки тоже скидываем. Так, что там у нас еще осталось? Трава. Ой, блин. Салат же надо было продать, сходить. Он портится. Он, кстати, утоляет голод. Ладно, пускай пока здесь будет. Яблоко, значит, я не буду срывать. Я потом, если что, салат поем. Фрагмент карты, клешня. И все. А, еще и гриб синий нужно. Значит, я тогда забираю доски. Гриб синий сюда. Все остальное пусть у меня. Железная руда. И как бы ок. Все, погнали. Погнали, погнали. В пещеру, в пещеру. Мы сейчас, знаешь что, чтобы было интересно. Мы сейчас попробуем дальше в пещере прокопаться. И посмотреть, куда она нас выведет вообще. Чтобы было интересненько. А то, что-то я там копаюсь на одном месте. Это скучно. Сейчас будет прикольно, если летучая мышь опять появится. Летучая мышка? Фонарик надо включить. Да ладно, опять завал? Когда успел-то? Когда успела? Вы что? Какой завал? Прикинь. Ну ладно. Может землетрясение было, когда я не замерил просто? Так, железная руда плюс 3. Вот, неплохо. Вот этот кубик, это у нас медь. Огромный кусман меди. Камень-медь. Ну да, снова летучая мышка. А это ты тут завалила проход, чтобы я тебя не пил каждый раз? Пил-бил. Тут, наверное, знаешь, что? Сейчас я выкину ради интереса. Досочки. О! Что это за семена такие? Маниока. Растет весной и летом. Дней до урожая 8. Количество 6 штук. Давай жирок тогда выбросим. Жирок выбрасываем, доски поднимаем. А семена, конечно же, нужно собирать. И сейчас мы с тобой посмотрим, грибочек вырос, кстати, или нет? Грибочек. Нет, грибочек еще растет. А мы с тобой прокапываемся дальше. Для этого нужно срубить. Раздолбить вот этот огромный камень. Меди. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Есть. Есть кто тут? А тут снова мышки и там вон синие грибки. Знаете. А, силы кончились. Силы мои, силы. Они покинули меня. Давай, давай, давай. Напивайся, напивайся, набирайся, набирайся. Фух. Так. Здесь у нас снова синие грибы. Их тут огромная куча просто. Я опять выдохся. Надо отдохнуть чуть-чуть. Давай, передохнем. Сележник, наберемся. А то драться будет не с кем. А то силы же сякнуты и драться. Еще одни какие-то грибы. Желтые. О, лучше к ним не подходить. Они ядовитые. Ядовитые грибы. Кто бы мог подумать. Траванулся. Блин. Так, можно вот сюда куда-то зайти. Пещера оказывается очень длиннючая. Можно камеру тут как-то поворачивать? Походу нет. Мне бы тут не сдохнуть. Занюхнул поры ядовитых грибов. Ну, что тут? Что тут? Что тут? Что тут выход какой-нибудь может будет? Так далеко иду. Ой, летучая мышка. Мне, кстати, за битвы дают опыт какой-то. Какой-нибудь. Ой, сколько у вас здесь? А я еще и отравлен был. У меня здоровье-то не ахти какое. Вот так вот. С этими подмышками. Куда мы идем-то? Возвращаемся, что ли? Я иду, гуляю по пещере. Прям как Индиана Джонс. Нашел сундучок. Кажется, тут нужен ключ. Ну, конечно. И все, и тупик. Понятно. Короче, в этой пещере есть сундук, от которого нужно найти ключ. Или какую-нибудь отмычку. Я не знаю, как еще открывать эти сундуки. Уже второй сундук. Один у меня на грядке стоит, один в пещере. Ну, значит, будем иметь в виду. Окей. Возвращаемся домой. Надеюсь, что здесь не выскочат какие-нибудь еще летучие мыши. Потому что у меня 44 хп осталось. Вот грибы эти надо бегать. Прямо бегай лучше за километр их. Синие грибы потом схожу, заберу. Все потом, все потом. Места нет. Я сюда что пришел-то? Руду добывать, конечно же. Давай. Железная руда нам нужна. В больших объемах. А я уже домой собрался. Еще делал непочатый край. Вот, видишь, сразу плюс 6 железной руды. Вообще круто. Плюс 7 железной руды. Навык улучшен, горное дело. Шикарно. Блин. Я надеюсь, что я за сегодня фонарик-то сделаю. Как раз ночью. Ох ты, какой красный. Красный. Надо что-то выкинуть и взять эту штуку. Что, выкинуть? Камень? Давай камень выбросим. Весь выбрасывай камень. Красная руда. А там еще и фиолетовая какая-то руда. И желтая какая-то руда. Ну ладно. Буду иметь в виду, что тут она тоже добывается. И фиолетовая, и красная, и желтая. Все, я устал. Я опять устал. Я опять хочу спать. Но ничего поделать не могу. Давай обычным шагом пойдем. Простым. Давай, давай, давай. Успокаивайся. Дружочек. Ну что такое ты? Как же долго ты восстанавливаешься? Вот. Обычным шагом бежим. И все. У нас спокойненько. Не ехай. Эх. Эх. Все. Это капец. Точно надо спать ложиться. Фух. Мы снова на чили. На чили. На легком чили. Кстати, насчет еды, блин. Все на рыб смотрю и думаю, сожрать бы одно, а. Я дома. Значит, быстренько дрыхнуть. Фонарик вырубай. Шесть часов. Ну, давай чуть больше поспим. Семь часов. Мне, конечно, не нравится, что когда ты спать ложишься, время просто перематывается. Но оно очень долго мотается. Нет бы по щелчку вот так. Хоп. И ты уже проснулся. Так, десять утра. О, нам дали, значит, запас сил. Энергии. Так. Надо закинуть. Дрова здесь у нас. Нет, дрова у нас в кармане. Железная руда. Делайся. Четыре слитка. Четыре слитка, значит, делайся. Пойду сейчас дерево срублю. Ну, вот яблонька есть. Нет, яблоньки я не буду рубить. Они мне яблочки приносят. Вот эти вот деревья, наверное. Да? Тоже яблоко. А вот это? Тут, по-моему, с любого дерева может яблоко упасть. Вот это можно срубить. О, мне же еще нужно полить мою грядочку. Сейчас я этим займусь. У меня там в лейке вроде что-то было. Гряночка. Я тебя поливаю. Отлично. Посмотрим, что... Давай яблоки съедим. Есть хочется уже. Я понял. Наконец-то завтрак. И все. В себя силой я запихать ничего больше не могу. Семена какие-то появились. Надо бы... Подожди, давай яблоко здесь выкинем. Брось яблоко. С железом все. Четыре слитка. Так. Минутку. Давай мы сейчас слиток здесь бросим. Вот так вот. Я подберу еще дерево. Сделаю последний, пятый. Я вроде дерево подобрал. Почему, 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 почему. А, это бревна. Тогда мы из бревен сейчас сделаем дрова. Максимум 21. Все отлично. Сливки тогда можно забрать. И что еще? Семена. Так. Чтобы семена посадить вот этой вот штуки, нужно выкопать грядочку. Для этого нужно место освободить. Давай. Точнее, не выкопать, а найти землю. Четыре штуки земли. Вот прям тут посередине копаем. В принципе, уже достаточно. Значит, грядка. Грядочка. Ее тоже здесь сделаем. Готово. И сюда сейчас посадим вот эти вот семена. Оу. Поливаем. Чудесно. Просто шикарно. Я все семена посадил? Да. Да, все семена. Здесь у меня с дровами пока траблы. Они очень долго делаются. Ладно, возьму вот эту штуку. Места нет. Конечно. Давай сожрем яблоко. Место будет. Есть. Так. Посмотрим. Фонари. Опять потерял где эти фонари. Ух. Ух-ух-ух. По-моему, здесь где-то. Вот они. Все. А у меня все есть. Ну и отлично. Наконец-то. Вот. Я поставлю фонарь. Вот здесь вот. Мой фонарь, который будет светить и освещать. А-а-а. Да. Нифига он не будет светить. Электричество нужно. А, разбежался я. А для того, чтобы он светил, нужен генератор. Смотри, тут еще есть обычный разбрызгиватель, чтобы трава была зелененькая, а не желтая. Так, генератор. Где у нас генератор? Где-то же я видел их, эти генераторы. Вот здесь вот. Горн электрогенератор. Смотри. Там куча всего вообще нужно. Я бы, конечно, вместо электрогенератора поставил солнечную панель. Но для нее еще больше, чем для электрогенератора нужно. Да и аккумулятор, наверное, нужен еще. Потому что солнечная панель, она будет нагревать только днем, а ночью откуда будет электричество браться, правильно же? Правильно. Машина для изготовления одежды, офигеть. Берстак бойца. О, Адошь пошел. Значит, древесину-то я сделал, только она мне уже больше не нужна. Пойду камни скину. Камни, камни, камни. Серебряная руда. Что, ничего не скидывается? Вот, можно было скинуть. Что я хотел? Я что-то хотел? Ну, я забыл, что. Съесть свою капусту. Точнее, салат. Это что у нас? Камень. Камни я скинул. Еще одну грядку можно сделать. Да посадить там помидоры. Хотя помидор у меня маловато, слушай. Всего две помидорки. Ну, пшеницу могу посадить. Ладно, давай сделаем. Раз земля. Два земля. Все, мясо нет? Моя сумка заполнена. Значит, грядка еще одна. Вот сюда. И посадим мы туда пшено. Землю можно выкинуть. Ой, запутался мальца. Уросай землю. Берем кшеницу. И садим ее. Чтобы сажать растения, нужны семена. А я разве не взял семена? Вот же у меня. Отлично. Семена посажены. Дождик сейчас это все дело польет. И все у меня тут хорошечно. И, наверное, нужен еще один сундучок. Давай посмотрим, что там еще для сундука нужно. Где сундуки мои? Сундучок. Вот он. Набор гвоздей есть. Веревка. Железный слиток. Сейчас сделаем. Только дрова надо взять. Еще железные слитки. Давай по максимуму. Шесть слитков могу сделать. Отлично. Так. Вот это все надо как-то убрать. Потому что у меня тут разбросано. Значит, делаем еще ленту. Клей. Жир и растения нужны. Не вопрос. Давай бартер устроим. Бартер. Слиток выкидываем. Жир забираем. И растения вместо чего? Вместо чего? Давай вот этот слиток. Сюда. Растения сюда. Делаем из всего этого. А, нет. Это другая растительность. Видимо, нужна. А у меня другая растительность есть? Нет. Значит, пойдем ее рвать. Блин. Кто бы мог подумать. Вот эта вот нужна, да? Срезай эту растительность. Есть. А что это такое выпало? Интересно. Что это такое выпало? Минуточку. Железная руда. Давай серебряную руду выбросим. Что это такое? Подбери. Вот это вот подбери. Это семена, что ли, какие-то? Моя сумка заполнена. А, я не всю руду выкинул. А, лекарственное растение. Все понятно. Тогда лекарственное сюда. Жир. Так, минутку. Жир же у меня был. Я же его взял. Вот, да. Теперь делаем все. Всего две клейкие ленты. Не густо. Камни и серебро забрали. Руда у нас поплавилась. Новый уровень повышения репутации. Так, я знаешь, что думал? Серебряные слитки наплавить. Но что-то он мне не дает этого сделать. Хотя у меня все есть. Необходимые навыки изготовления второго уровня. А, понятно. Так, насчет навыков. Я же их где-то могу прокачивать, да, наверное? Ваши параметры. Но, как бы, здесь я их ничего не могу вкачать. Вот здесь вот еще есть возможность что-то прокачивать. Хотя нет, ничего нельзя прокачивать. Все только качается по мере того, что больше делает, что и прокачивается. Вот. Такая логика здесь. Клейкая лента у нас готова. Значит, у нас все есть. Две ленты и две деревянные доски. Окей. Давай, хох... Хохота. Гремит гром. Блин, зачем ты червяка взял? Нафига ты червяка поднял? Выкинул бы это его. Он нам не нужен. Выкинь. Пяку. Так. Что, у меня получается все? Для сундука есть. Я же веревку поднял. А, нет, я веревку не делал. Я клейкую ленту сделал. Веревку. Из растительности тоже, да? Блин. Опять пойду рубить. Пойду рубить. Пойду рубить. Пойду рубить. Только нужно место освободить. Блин, с местом, конечно, вообще... Когда я уже рюкзак все сошью? А? 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 Давай я здесь повыкидываю, короче, все. Вот так вот. И пойду рубить траву. Вот. Семь свеклы заодно нашел. Надо еще побольше срубить. Вот так вот, да. Пойдет. Веревочка теперь у нас имеется. Как раз до веревки нужно было. Ух. Железный... Ну, все, в принципе, у меня все есть. Я все нашел, все есть, все есть, все есть, все есть. Сколько растений-то я подобрал. Это забираем. Вот эту вот растительность тоже выбрасываем. Е. Е-е-е. И веревочку. Чтобы веревочку подобрать, нужно что-то тоже выкинуть. Готово. Итак. Сундук. А, у меня четыре деревянных доски. Блин. Пойду дерево срублю. Угу. Угу. Набрасываем вот это. А это дерево у нас... У нас яблоки. Подальше куда-нибудь отойду срублю. Блин. Тут, конечно, играть не переиграть. Куча всего нужно. Блин. В этом дереве тоже яблочко было. Эх. Я, кстати, пить хочу адово. Прям капец как. Сейчас доски сделаю и попью. Максимум. Пьем. Вот. Еще пей. Отлично. Пойдем пополним бутылки эти. Сейчас бегу еще за яблоком. И яблоком закушу. Здорово то, что набирается сразу две бутылки, а не по одной. Мне это бы бессило. Есть яблочко. Кушаем. Ну, в принципе, в принципе, вроде бы все. Вроде бы все. А, ну и ждем деревяшечки, конечно же. Землю подобрал. Землю можно выкинуть. Либо... Давай мы еще копнем, еще одну градку сделаем. Все копнем. Плюс одна земля. Сколько у меня всего земли? Две. Вот. Грядка есть. И сейчас можно там свеклу посадить. Или что там еще у меня есть? И... Чем посадим? Чем посадим? Растительность. Выброси. Выброси бяку. А, ну тут всего по два. Ничего не посажу, короче. Ничего, простите. Как-нибудь в другой раз. Семена капусты подобрал теперь. Вот. Так, значит. Что там по доскам? Все, 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 все. Вот, 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 вот. Все, давай. Вот это вот, вот это забираем. И еще один сундук у нас, наконец-то. Так, его найти опять надо вечно. Понатолкают, блин. Вот с этой стороны давай сделаем сундук. Ну давай же. Ну давай же. Не хочет это делаться с этой стороны. Давай тогда с этой. Ну все. Теперь больше места стало. Значит доски сюда. Слитки сюда. Это тоже сюда. Кстати, ажир у меня не с этой стороны. Нет, не с этой стороны. Надо все распределить. Знаешь, сундук, руды, сделать там червяк. Червяк, ну ладно, пускай будет. Вот это тоже сюда. Здесь только инструмент оставить. Это теперь все подбираем. Отлично. Просто шикарно. Место завалить теперь у нас. Все перекинул. Все убрал. И все влезло. Ну почти. Ладно. Фух. Ну что, мне теперь нужно генератор сделать. А это капец, как я тебе хочу сказать. Проблематично. Но. Так. Ну. Сейчас подожди. Все-таки я найду этот генератор. Еще раз посмотрю, что там на него нужно. Железные слитки. В принципе, не так уж и проблематично. Электрических проводов просто нужно 15 штук. Ну, наверное, слушай. Мы в следующей серии тогда сделаем этот генератор. Пойдем еще раз к Джеку. Может сейчас к нему сбегать. Я просто не понимаю, как лодку у него взять. Мне же нужно... Вот смотри, у меня есть задание. Сейчас я тебе покажу, где эти задания-то, чертовы. Вот. Найти вот эти древние книги. Вы с большим удивлением узнали, что вас воспитали приемные родители. Впрочем, разве это важно? Посетите город Чили-Сити и поговорите со старейшиной. Мы это сделали. Ну, где-где. Оказавшись на месте, что? Мне кажется, похитили пираты. Старейшина советует искать их на островах с пиратскими поселениями. Вот эти книги. Вы можете сразу приступить к поискам или сначала освоиться на острове. И превратить его в центр туризма. Наверное, все-таки... Слушай, у меня сумки маленькие. Мне нужно вначале швею сделать, чтобы она мне отшила огроменный рюкзак. Потому что если я буду путешествовать по островам, то там куча всего ценного будет. Ну, я это все буду ценность собирать. И мне нужны огромные сумки, чтобы это все туда влезало. Поэтому осваиваемся пока здесь. Потом идем покупать лодку и отправляемся на острова. Такой план, такое пати у нас намечается на будущее. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под видео. Подписываться, если ты еще не подписываешься, подписываться на Яндекс.Дзен. Ссылочки в описании. Туда дублируются ролики с Ютуба. Ну и увидимся в следующем ролике. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok